И начинается игра. Да, неужто? Все, классно. Я смотрю, народу немножечко поубавилось, но думаю, в самые решающие моменты болельщики настоящие дойдут. Дадут о себе знать. Ну и давайте, болельщики команды IC Cup. Вот, вот. Болельщики команды Na'Vi. Взорвался зал. Да. Несмотря на то, что кажется, что народу гораздо меньше. Шоу не поубавилось. Да, но все равно болельщиков не поубавилось. Итак, пошли у нас пики, пошли у нас бан. Бэтрайдер улетает в бан от Пупея. Рубик и Keeper of the Light. Ну, как ты вообще считаешь, каких сейчас чаще всего... Вот сегодня на этом турнире я замечал, что Darkseer уходит достаточно часто чуть ли не последними банами. Хотя герой-то, конечно, очень сильный. Это просто забыли команды немножко про него. Вот так вот IC Cup начали, посмотрите, с Виспа. Да, Висп. Чем же ответит Na'Vi? Как думаешь? Ха-ха. Лондруид, Магнус. Да, Лондруид. Но Лондруиды во всей красе мы еще не видели. А вот Магнус... Это все последние игры, и Na'Vi ставили Лондруиды на легкую линию, на Free Farm, что-то отправляли на Hard-линию. Они продолжат победное свое шествие именно с этой стратегией или как? Как тебе кажется? Ну, вообще, еще недавно мы с тобой комментировали, ты отмечал, что в основном берут Лондруида Фанику. Но с тех пор Na'Vi и Хвостон начали брать на легкой, но и Фаник тоже бывает забирает этого Лондруида. Однако мы видим Darkseer, и судя по всему, именно... Смотри, на самом деле встреча двух огней. У IC Cup как? У них супермобильный пик, супермобильный ганг, а у Na'Vi супермобильная комбо в масс-драках. И вот посмотрим, что из этого выйдет вообще. Да, ну, конечно... Ганг-ганг или масс-драки? Конечно, вот этот Nature Profit, плюс хао с Виспом, это настоящая головная боль в лейте, может быть. Нужно контролить карту, будет очень жестко. Нужно... позиционные ошибки прощаться вообще не будут, если ICK будет использовать этого Виспа по полной. Ну и все время вот этот вот Profit с одной стороны, Висп с коннем с другой стороны. В атаку выйти против этого очень сложно. Но действительно, если в атаку выйдут все-таки Dark Seer, плюс Магнус, плюс Лондруид, это такие толстые ребята, как раз созданные для битвы 5 на 5. Мы видим, что Phantom Lancer, Лондруид, ну и все последнее время вот начали банить против Na'Vi вот этого НЧУ, этого Чена и Котла. Ну, Котел сам по себе часто улетает в банах, а Enchantress и Чен — это как раз те самые сильные роумеры Na'Vi, которых мы привыкли видеть. Нет, это очень боец именно вот лесного ганга какого-то от Na'Vi, потому что они очень классно это исполняют вместе с Рубиком, но Рубиком видишь, как в бане, но можно, в принципе, любого другого героя пикнуть, и именно с лесным крипом они хорошо где-то прыгают. Ну, вот это вот старая тема Пупей by Chen Chen by Poupey. Я помню, где-то только когда я начал следить за второй дотой, прочитал такую статью, где там Пупей добавил интервью. Мне кажется, это пошло с Первой Интернешнл. Да. Чен by Poupey. Да, это... Ну, те, кто помнят Первый Интернешнл, вот этот вот хайлайт с Лордаром в руках Артстайла, с ультой Мираны, когда они просто Артстайла спасли из-под невероятного ганга, у китайцев там уже нервы не выдержали, они полезли просто все в пятером. Ну, и там Chen с Мираной очень хорошо сыграли. Ну, и с тех пор как-то пошло-пошло, не будем забывать, что тогда и героев в доте не так много было. И, в общем-то, этот Chen появлялся еще чаще. Смотри, что сделал Пупей. Чтоб не было какого-то супер-мобильного ганга по карте, он забанил Найсталкера. Он хочет как-то избежать вот эти ганги от Виспа с Чарльз Найтом, Профета, еще чтоб Найсталкер не бегал этой же ночью. Но слишком много гангеров, получается, что как-то вообще контроль карты можно потерять с такими сильными гангерами. Мне кажется, Асикап Тим сейчас добавит два сильных суппорта. Что-то вроде Смэй Шадоу Демон и Пуле, что-то Шадоу Демон Лина или что-то в этом роде. Ну, связочка отличная, конечно. И команде, кстати, Нави тоже. Они дополняют себя двумя суппортами, кстати, посмотрим. Интересно будет, какие связки будут. Вот два суппорта не хватает, и у одной другой команды. Действительно. Ну, здесь мы видим от Нави вот этих вот три, опять же, сильных соло лайнера. Лондроид, Магнус, Дарксир. И суппорты могут быть выбраны. Ну, вот как раз оптимально это Ролмин. Как раз-таки какой-нибудь там Шадоу Демон Лина. Что касается Айси Кап, у них вот этот Висп, к которому, как ни крути, в начале игры немножечко хаос привязан. И Виспу нужно фармить, получать как-то Икспу. И сам он, по сути дела, может очень немного. Один. Но вот в комбинации с конем получше. Сэп Бэйн обычно всегда сходит где-то с какой-то линой, что-то в этом роде. Ну, а вот с паком даже. Это будет у нас... Ну, профит в лесу, либо где-то на сложной линии попытается он начать. Могу тебе рассказать так, что команда Айси Кап будет играть 4-0-1. Ну, не знаю, как они поставят. Может быть, как-то обманут команду Нави. Но по их героям видно, что это будет 4-0-1. Трое на Изи Лейне, один в лесу, один на Миде. Хард линия пустая. А вот команда Нави непонятно, как они сделают. Да, у команды Нави, в принципе, не хочется оставлять ни одной из линий. Но, с другой стороны, вставая на сложную линию против Хаоса Веспа, ну, нужно играть безошибочно. Потому что если ты напилишь, это все. Это сразу большие проблемы. Винга. Ну, вот они, два как раз вот этих роуминг-героя. Винга плюс Виномансер. Да, Курок забирает себе Вингерфулл Спирит. Ой, как быстро у нас... На самом деле, вот эти два героя, Винга и Виномансер, очень трудно забрать пака на Миде этими героями. Ну, то есть, здесь все в руках Резолюшена. Очень мало дизайблов. Нет, на самом деле, я подумал, вроде трудно, а вроде нетрудно. Он заберет этот стан, а в него следующим нюком летит Гейл. Ну, опять же, есть Арба. Да, и может, он с Арбой успеет уйти, как он среагирует, как у него... Ну, короче, действительно, все в руках Резолюшена. Как сыграет, так и будет. В идеале зацепить его будет практически невозможно. Дэнди будет играть на Магнусе в стандартной закупочке через Фастботл, Куроку на Винге, Фланик на Дарксире, в принципе, как планировалось, Пупей на Виномансере, ну и Лондрейд от хвоста. Резолюшен. На паке. ЗШТП. Да. На всех равных условиях играйте, парни. Без ремейков. Да, пингует, пингует. Не, на самом деле, всегда жалуются на дилей, это парни, которые играют на меди. Вот им дилей это тоже не важно. Например, Версута. Вот смотри, жалуется именно Резолюшен. Он как раз идет на медл. А я, кстати, от Дэнди не вижу никакой жалобы. Да, говорят, что действительно. Ну, хвост, как не соло мидер. 120 пинг. У меня из дома 120 пинг на европейском хосте. На Люксембурге. Да, Резолюшен не хочет. Резолюшен хочет использовать все. Фаник уверяет, что ничего не изменится. Ну что? Парень хочет выиграть. Дайте ему другой хост. Дайте 5 пинга Резолюшену. 0, 0, 0. Дайте 0 пинга. Это пук. Это пук, и на нем очень важен пинг. Ну, короче, все. Короче, еще до начала игры уже... Стоит 20 экспы, вроде, в роли пенька. Пеньок контролит рену. Ну, вот, собственно говоря, и она. Не самая полезная руна на первом левеле. Ну что ж... Ну что ж... Да. Да, ты оказался прав. Играют 4-1-0 против... Ну, в принципе, против схожей ситуации. Фаник тоже не решился играть против Веспа Хауса. Ну, это опасно. 4-1-0 против 4-1-0. Ну, в принципе, это очевидно. Это профессиональные команды, это, в принципе, читают все. Всегда. Да, ну и здесь кто больше нафармит, кто будет эффективнее. Но, опять же, Хаусу неважно фармить там какие-то очень крутые арты. Ему нужно нафармить минимальную там ПТ-шку какую-то, выйти в барабаны, magic wand. Главное, как быстро нафармит левел себе вот этот кружок шар. Называйте его как хотите. На котором играет вид Джастик. Always Wanna Fly. Always Wanna Fly всегда берет таких шаду-демонов, каких-то, бэйнов. Ну, то есть героев с таким, с дизейблом. Боевой маг, так мы его называем. Да. Ну, что, посмотрим. Посмотрим, как сильно повлиял пинг. Не, на самом деле вся игра будет строиться от того, как будет идти игра на меди. Кого загангают, кого не загангают и так далее. Да. Вот кто middle проиграет, проиграется игра. Потому что Чаус Найт с Виспом очень сильны в начале. И они, если получат свой левел, они перегангают этого медведя. Ну, как раз поддержка Пака, который чуть лучше, чем Магнус, будет вообще очень жестко. С другой стороны, если Пак задержится, Магнус будет жесткий. Ну, короче, тут уже очень много начинается раскладов. Все верно. Вырисовываться. Мы видим, что Resolution не играет через Fastbottle. Но тоже он так сильно не стал проседать. Оп! Шев! Дэнди уходит Resolution. Ну, вот он пинг. Немножечко не хватило Resolution спрятаться от волны. Но надо сказать, что Дэнди не очень был близок к тому, чтобы убить этого Пака. Не-не-не, если бы он хотел полететь на Куру и убить, но если бы он полетел на Куру, он бы умер от пушки. Да, там нужно помнить, что это начало игры, и все герои достаточно дохленькие еще. Так, ну, виджастик продолжает. Во, использует вот эту вот достаточно интересную штуку. Классно сделал сейчас. Затизерился и загрел им. Поэтому... Да, получит сейчас дополнительную экспу, плюс разобьет лица этим крипам нейтрала. Это очень важно, линии не будет, там стоять около вышки, но хаос чуть попроще будет. Ну и здесь... В общем, короче, обе команды играют, скачают своих саппортов. Но надо сказать, что для Винги и для Виномансера это не так. Ну, то есть это важно в любом случае, но прям не очень критично. Происходит ровная симметрия на карте. Никакого экшена, просто обычная симметрия вот такая вот фармищая. Да. Чет 0-0. Относительно игры Na'Vi Virtus.pro, где на 15 секунде был шет 5-4. Достаточно спокойная игра, можно сказать. Я тебе даже могу предсказать, где будет Фёсблат. Он будет либо ганг от Na'Vi на миде на резолюшене, либо... Либо резолюшен уйдет и еще, может быть, кого-нибудь заберет с собой. Не-не-не, либо тот же ганг от IceCup на мидл. Но ведь хорошие шансы у Паку уйти от этого ганга. Кстати, будет именно на том левеле, когда на миде героя получат шестые лвла. Раньше этого Фёсблада не будет. Слушай, как сейчас резолюшен получил дамаг от этой волны? Вроде четко шел в шифт. Просто прожал шифт, рановато, чем волна долетела. Да, чуть-чуть рано. Пока что... Вот сейчас не попал. А сейчас поздно. Не, по-моему, попал. Попал? Не, попал. Или попал. Я не видел хп. Вот, сейчас не попал. Ну вот теперь, да, точно не попал. Короче, нас тут... Попал-не попал. Ну и вот еще одно преимущество пика IceCup. У них есть фура. Фура, который может взять пеньки и просто выйти в вышку. Да, и нечем отбивать команду Na'Vi. Нету таких АУЕшных каких-то пакасов. Да, нюка. Виноманцер слабенький, нюкер все-таки. Ну, есть виноманцер маленького левела. IceCup это прекрасно видит, что у него нет даже никаких фардов. Даже первых фардов на втором левеле всегда берется пассивка. Да, просто добивает. Ну, в общем, здорово. Вышли, завалили, получили дополнительное золото. И у Висклата уже, посмотри, очень неплохо по таймингу. Неплохо, неплохо все, да. Смотрим. Но здесь, я так понимаю, винга должна быть чуть более подкачивать. Нет, слушай, саппорты команды Na'Vi достаточно сильно уступают, по-моему. Да. Ты знаешь, из чего? Из-за того, что как раз-таки вон тех фармили крипов. У Dyer очень классно расположены все точки для фарма. Поэтому они иногда очень сильно играют. Ну, можно и вверх отвести, и влево отвести. Ты об этом, да? Ну, и, в принципе, у Radiant вот эти две точки, которые ровно и перпендикулярно стоят для фарма, они тоже классно расположены. Да. В общем, тут падает сейчас вторая вышка, выходит параллельно в пуш-хвост, но как-то ему тяжело здесь на своем мишке пока что. А здесь уже падает ТВ-рок, и его никто не заденяет. Это минус второй тавер, это очень много золота сейчас выигрывает. Ну, и вот как раз то, что нужно для Виспа и Хаоса, получить вначале какое-то преимущество по левелу. Хаос найду, надо спокойно брать Пауэртресс, фармить дальше на линии, сделать пул, чтобы линия отпушилась назад. Вот, одинарный пул. Под катапульту под катапульту под катапульту. Да, я думаю, Висп там прямо сейчас сделать, одинарный пул нужно сделать. Вот, отвести его на второй, просто чтобы линия отпушилась ровно под пушку, и дальше вообще просто не пушат линию. И было бы идеально сейчас сторона СК. Ну, и на весь пушили все-таки первый тавер, так, медленно-медленно, никто не полетел. А как ты считаешь, могли СК задейфить этот тавер? Мне кажется, могли. Могли, но они выбрали другой путь, они забрали тир-2 тавер. Ну, то есть, получили еще золото, при этом разменялись всего лишь на одну вышку. Ну что, по-прежнему 0-0, и по-прежнему большой вопрос, кто же, кто же умрет? Первый. Очень важный момент сейчас, ну, хотя бы на любом герое вообще забрать ФБ будет неплохо. Но, 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 важно не отдаться, потому что если залететь куда-то, можно просто очень сильно затерпеть. Хвост фармит, не боится он вот так вот выходить достаточно далеко. Да, хвост вообще не боится. Агрессивно очень фармит на своей линии. Да, и если ему вот так вот давать, он будет фармить там, где дает. Пока ты не придешь, не попытаешься его убить. А убьешь ты его или нет, это еще бабушка на двое сказала. Джакал старается очень клацать по клопке С. Прям старается, чувствуется добивать всех крипов. До конца, до конца каждый крипов. Ну действительно, возможно, там чуть раньше барабанщики, чуть раньше Мэджик Вант может порешать. Тем временем смотрим на крипстат и видим вот такие вот цифры. Достаточно интересные на самом-то деле. Ну можно, наверное, сказать, что пак с Магнусом примерно ровно. Ну вот, смотри, он сейчас добил двух крипов, и они плюс-минус сравнялись. Но они ровные вообще идут. Да, да. На один динай побольше, на три крипа поменьше. Ну тяжело все-таки паку прям выиграть эту линию против Магнуса. Он обузит ботл, он кидает вот эту волну, и тяжело. Давай с тобой ставочки сделаем. Дыграбуй Фюзблат. Именно минута. Давай, я ставлю на 9.30. 11. Давай, 9.30 против 11. 11. Я думаю, что это будет в 11. Кто ближе будет? Дайя, боттен тавер, он под атакой. Ну что, у нас решают потихонечку Нави поддавить второй тавер. Здесь есть вызов хвоста. Мишка достаточно уже больно лупцует. У Мишки есть Дим Алиш, которому он классно клацает по вышке. И по-прежнему ее никто не дефит. Просто на халяву стоит Мерведь. И раз, раз, на крипа, на вышку, на крипа, на вышку. И очень здорово уже забрал хп. Давай посмотрим на Виспо. Да, у Виспо. Все. Влетает резолюшн. О, сейчас что-то будет. Висплетает в ингу и ФБ. ФБ на куроку. Висплетит. Фаник отступает. Пытается хоть куда-то уйти. Пупей убивает. Нейчер профит. Бежит, бежит Хаос. Но у него просто не хватает мовспида. Бежит он за Фаником. Висплетел наверх. Потому что закончилась его ута. Тем временем Фаник пытается раздать Хаосу. Хаос, тихи. Стан на 4 секунды. Готов. Ты видел, сколько времени уже прошло с Астана? Именно. Ну, лак, он не скилл. Везет сильнейшим. И Магнус. Магнус убивает Нейчер профита. Ой, тут вообще просто нон-стоп. Резолюшн уходит куда-то в пусты. Резолюшн спасается как только может. Ой, это, конечно... Нет, заметил, заметил. Не, не заметил. Ну, в общем, получил вид Джастик вовремя этот свой ультимейт. Здорово ворвался вниз. И здорово там все произошло для команды. И он не дает Резолюшн. Да, Резолюшн там у него. Короче, он стопил атаку, чтобы не атаковать по этой змейке. На самом деле его могли там попробовать найти. Нет, нет, он ее не видел. Во-первых, ночь на дворе. Во-вторых, он просто ее не видел. Это кажется. Это нам, коментантам, кажется. Нет, ну там видно было. Зменька не атаковала, не видел. Там просто вот если бы сам папу дарил по змеечке. Хотя он тоже, по идее, не должен был видеть. Да, и размен 3 в 2. 3 в 2. Причем ФБ остается за AC Cup. Это в пользу должно быть им. Но графики нам говорят обратное. Возможно, из-за того, что вышка еще упала. Там получается... Ну, вообще, примерно ровная ситуация. У кого-то чуть больше крипов, у кого-то чуть больше киллов. Виспин в шестом. Медведь с фингой на миде. Фармит хвост. У хвоста Монстром. Ну, и вот Дэнди. Дэнди появился, его увидели. Достаточно долго стоял здесь, но никого не смог найти. Очень аккуратно сыграл Resolution. Дэнди появился. Неплохо у него дела. Есть барабаны, есть ПТ-шка, есть Magic Wand. В общем, максимально-минимальный такой закуп есть. У Виспа тоже ситуация неплохая. Есть урна. Магнус будет выходить потихоньку, помаленьку в даггер. Обратите внимание на раскачку к уроку. Вот Смайл придет. Я обязательно спрошу, что он по этому поводу думает. Но это немного необычно. Ну, и вот, собственно говоря, та игра, которую IC Cup должны играть на протяжении всего этого матча. Сверху Profit. Снизу Хаос Виспом. Врывается Хаос Виспом. Видит Медведя. Встанет Фанника у Фанника. Есть ли у него что-то? Есть стеночка. Влетает ульт-нэтчер Profit. Рифт. Стан. Магнус. И одна секунда уходит. Ой-ой-ой. Нет, умер. Висп умер, уже телепортировавшись. Забавные ситуации. Но самое главное, это даже не то, что Висп умер. Это то, что он коня успел отвезти. На самом деле, не совсем понимаю, куда влетали IC Cup. Ничего они там не видели. И нарвались на двух героев. Могло все закончиться гораздо хуже. Хорошо, что Дэнди поздно подтянулся. Резолюшн 0 талисман, ПТ-шка, Маджик Вант. Есть бутылка, но бутылка пустая. Очень-очень ровная игра, что я могу сказать. Преимущество, если у кого-то есть, то оно незначительное. Все может измениться. В секунду хвост, куда зашел? Ну вот то, о чем мы говорили. Посмотрите, куда выходит хвост. Просто на чужую половину карты. А сейчас еще может убить Висп умер. Нет, нет, вряд ли. Это вряд ли. Умирает и Висп выживает. Но куда зашел хвост? Непонятно. Наказали его здесь. Если бы не наказали, было бы вообще очень странно. Но видно уже, насколько силел Нолан Дуит. У него большое количество ХП. В этом плане, конечно, Нолан Дуит хорош против Хаоса Виспап, потому что его так быстро не зафокусишь. У него даже без артов там ХП очень много за счет ульта, за счет пассивки. 400 с пассивки дается. 250 с ульта, еще 150 добавят на втором левеле ульта. И это все совершенно бесплатно. Только лишь за прокачку скиллов, за опыт. Короче, очень неплохо. Но 4-3. И Айси Кап ведут. Ну вот, в общем, оправдывается тот прогноз, о котором многие говорили, что Айси Кап-то могут побороться и показать. Сайланс дает Резолюшн, получает стан, но его тут не найти. Магнус влетает в него Хаоса Виспом, но нет. Все разбегаются. Курок находит. Рифт. Ой, куда его затащили? Минус Куроку. Ну, реализует, реализует. Обратите внимание, как сыграл Резолюшн. Просто вышел один. Никуда не торопится. Бэн схватил только что от Арксира. Фаник. Фаник получает ульту, и Бэн его добивает. 6-3 в пользу команды Айси Кап. На правительстве траке, по-моему, еще и тебя стандартный пропустил, да? Да, практически нет. Ну, еще хвост немножечко загулял. Да. Топ, включил микрофон. И его убили. Хочу обратить тебя внимание вот на это. Мне кажется, это достаточно нестандартно. Бывает такая раскачка, да. Она вроде и полезна, потому что вот можно нажать на желтого персонажа команды Айси Кап и посмотреть на его армор. Какой? Да. Да, действительно. Если поймут четвертого левела именно террор, то этот герой сотрется с двух ударов. Не будем забывать, что у террора еще 90 дамага проходит без всяких резистов. Это действительно неплохо. Ну и Айси Кап на хорошем радиусе. Пока что Айси Кап выглядит очень неплохо, но вот им нельзя допускать вот такие драки 5 в 5. Да, действительно, Смайл сейчас нам показывает вот на вот этот инвентарь и показывает большой палец вверх, что это очень здорово. Но это очень быстро и очень эффективно. И фишка в том, что на Ави сейчас нельзя расходиться вообще по карте, где-то фармить вот это. Им всегда нужно прикрывать медведя. Если они не будут прикрывать этого медведя, то стратегия Виспа плюс Чаус Нейт будет работать. Слушай, я хотел у тебя спросить, знаешь, какой момент? Вот смотри. Да, что-то на пака напали, прикопали и убили. Ай-яй-яй. Ну здесь Resolution сам немножечко ошибся. Да. Нужно было отсюда, конечно, уходить, но в любом случае это не... Хвост его съел просто. Это не сделает игру. Ну хвост сильный, конечно. Тут уже Миллстром, тут корни, вот этот медведь, он вгрызается, у него очень много хп. Тем временем Висп забирает Вингу. Но Хаус с Виспом продолжают рассекать по карте. Не успеваю я даже за ними. И Спартир один вышки. Хочу, знаешь, что у тебя спросить? Мак. Я могу, конечно, ошибаться или что-то путать, но, по-моему, об этом игроке говорили там во времена Интернешнл второго, что, мол, на ланах у него обычно возникают проблемы, там он волнуется, не все так хорошо. Много волнуется. Посмотри. О, в хвоста влетели. Стан, 3 секунды, но здесь веник, Дарксир, вакуум, очень хорошая стенка. Мега входит, пак влетает, очень здорово, убирает Виномансера. Реверс Полярити не было скастовано, Фанника поджали. Реверс Полярити сейчас будет, а Дэнди, но он попадает в стан. Дает Реверс Полярити, убивает Хаос, убивает Вина. Висп тоже не уйдет. Да, пытается отхиляться урной. Но Разминутов 3 в 2. Но я тебе могу сказать, Дэнди уже вторую игру подряд просто тащит команду. Да, опять он вайвами. Опять это вайвами, опять он тащит. Браво, Дэнди. Браво. Ну знаешь, даже вот такой момент, NS там обычно старается либо просто написать гэгэ, либо потроллить как-то оппонента, но в предыдущей, ну, игра на Виртус Про, просто в конце ВП, Даниил. Да нет, он даже в середине игры это написал, Дани уважение. Дани отдал. Да, здорово. Как это можно назвать. Здорово. Ну что, Дэнди пока что тащит. Но надо сказать, что драка-то не особо была сильно выиграна, потому что Размин 3 в 2. Но я хотел обратить внимание на то, что Мак, вот ходила у него такая слава, но пока что на этом турнире он выступает очень неплохо. У него, помнишь, его бетрайдера сегодня? Он быстро нафармил, он неплохо действовал. И вот сейчас пока на профите. Не хочу, конечно, сглазить, но смотрится он достаточно... Ну, начал бетрайдера, я как могу сказать, что там было грех не нафармить. Соло против Уриона, мне кажется, там даже криворукий слепой нафармит. Но тем не менее. Тем не менее. Хорошо, прилетают у него быстренько арты, это важно. Ну вот IC Cup'ам нельзя сбиваться в игру 5 на 5. То есть им нельзя ходить в Питерон, как мне кажется, все время. Им нужно как раз вот один профит, хаос с виспом, и где-то еще двое там пытаются как-то отвлечь. Это оптимально. Они так получат больше золота, больше опыта, и все равно они в Питеронах окажутся в драке, если нужно. Есть висп, есть фурион, они прилетят, они помогут. У IC Cup'а так называемая, знаешь, как вот жевательная резинка стратегия, они просто по всей карте растягиваются. Да, да, да. А у Na'Vi у них комок. Они не могут против... Виспачелс вообще так не играется. Ты один не можешь фармить просто. Тебя просто возьмут и заберут. Там три героя, которые могут оказаться в другой части карты ровно через секунду. Ровно через секунду. Ну что, фортификация на вышку, попробую ты с Денеем. Да нет, где тут переденеешь? Пак, влетает. Хорошо, в Денди. Денди подстанчиком. Хаос вытягивает Веномансера. Нет, Веномансеру тут ничего не поможет. Минус Веномансер. Ну что, драка какая-то будет? Нет, Na'Vi решают не драться. Правда, остаются они в какой-то очень дурацкой позиции. Вытягивают Бернуса. Две секунды станок. Урог. Отлично спасает Денди. От страха, по-моему, чуть реверсполярить и не прожал. Пак, разбивает лицо Венге. Идет дальше. Посмотрите, что творят IC-капы. Они просто сметают Na'Vi. B минус уйдарксира. Это три в ноль. Это великолепная игра. Как здорово сейчас они поймали Na'Vi. Из того, что именно со второго прыжка Чаус Найт напрыгнул на Магнотаура, это решило. Сейчас бы опять на кого-то другого напрыгнул бы. Смотри, что делает Хвост. За Денайл. Но как-то Na'Vi оказались в такой растянутой позиции. Вообще, очень плохой. И казалось, что будут атаковать Лон Друида, а Джакал выбрал именно Магнуса. И это решило. Очень сильно. Вот такие решения они очень влияют на исход игры. Если он тебя уже рифтует с Чаус Найт, ты уже никогда не уйдешь, потому что он под тизером и ты будет первоснан по-любому. Да. Ничего не сделать. Там Курок, конечно, попытался. О, Курок. 0-4. 0-4 Куроку, 3-0-2. Давай пройдемся по играм и посмотрим вообще, что у кого. Ну, собственно говоря, Виноманси с арканцами, маджикстиками. Не так у него все плохо. Да вообще, по-моему, на карте нет ни одного совсем бедного героя. У Медведя Владимир и Майл Штром. Дэнди с даггером, арканцами и барабанами 11-го левела. 11-го левела Магнус. У Куроку ПТ-шка тоже 0-4, но ПТ-шечка есть. И Дарксир с Меккой. Ну, важно. Но тоже 0-4, пока что не очень. 4-1-5 резолюшн с даггером. Пак с даггером это всегда очень круто. Осталось ему только четвертый шифт докачать и будет его невероятно трудно убить. Висп. Есть урна из сапог. Вот у Виспа вообще ничего не прибавилось. Но сказать, что Висп был незаметен в игре нельзя. Висп просто чуть потолще стать, чтобы он именно из драки выносил много. Если неубиваемый Висп, то значит, соответственно, неубиваемый ЦК. Да, пока ты не убьешь Виспа, хаоса фокусить бесполезно. Особенно там, чем дальше, тем хуже. Бэн с арканцами. Ну и что, по кому мы еще не пробежались? По профиту. У профита Shadow Blade, у профита Мека, Мидас и ПТшка. Очень много денег у профита. Но вот опять же, на то он и профит. Чтобы у него было много денег. Чтобы у него было все хорошо. Ой, нужно уходить. Резолюшн летит. Вообще ничего не боится. Получается там Винги, получается САУНС. Все Вингу. Ну, ульт-нетчер профита, Мека. Сейчас на этом пригорке может... Где Дэнди, Дэнди? Очень хорошая стенка, но нужен Дэнди. Дэнди очень далеко. Дэнди нужно врываться. Хаус убивает Виномансера. Все на стенке, но драться абсолютно невозможно для команды Нави. Хватают Дэнди. Дэнди под сайленсом. Бьет Бэйна. Бэйн закидывает себя в сон. Сниками отхиливается. Живет как только может. Как только может долго. Дэнди. Готов ворваться. О, Боже мой! Что от Дэнди сотворил? Вова по ГГ передает привет. Я не знаю, как ему сбили, что вообще произошло. Хвост посмотрит, что делает. Его просто хвоста не трогает. Он просто хвост убивает всех. Сейчас еще вид джастика. Никуда ты не уйдешь. Хвост! Хвост трипл килл! На самом деле это произошла очень рассредоточенная драка. Где-то герои все в разных местах. Не было никакого фокуса, ничего не было. Странно как-то все произошло. А Дэнди что-то сбило Даггер, да? Походу. Нет, Дэнди ничего не сбило Даггер. Я смотрел именно на его намлок, вот этот шестикнопочный. Ему ничего не сбило Даггер. Это просто его фейл был. Либо на все учет. Вот это Магнус такой герой, где нужно все сделать очень четко, иначе получается то, что получается. Но надо отметить, что несмотря на это реверс полярити в молоко, хвост разобрался там. Ну, в принципе, мне кажется, 4 реверс полярити в 4 плюс героя и одно в молоко это нормально. В среднем, если так всегда делать, два с половиной отработал. Хаос потихонечку дофармливает БКБшку. Видим, что у Фаник появляются на ларте, что это будет у нас? Он либо ваганим, либо форстав. А форстав здесь актуален? Мне кажется, нужно... форстав. Здорово. Видит, видит, видит. Да, все друг друга видят. Уже всем все понятно. Медведя. Ну, медведем просветили. Ну и просто как бы запалились. А! Ну вот это то, что я плохо слышу звуки игры. А вообще их вообще не слышу, потому что смысла наушники надевать особо нету. Я тебя вообще не буду слышать. Арашан забрали. Так, и кто у нас Аегис подобрал? На самом деле Профит очень как бы тот тоже трусливо играет. Он по вижну героев. Вот сейчас увидели Асискап комоду Нави. Где она была? Она шла защищать, делать драку на Рашане. Асискап отошли, а Профиту сразу надо давить линию. А он это не делает. Да, но в этом плане очень сегодня классно отыграл Кси. Он прямо все время держал. Вот если профиль сейчас будет давить верхнюю линию, туда сейчас будет ТП и сразу можно идти на Рашана. Это стандартный развод. Что-то делает Рашана забрали. Рашана забрали. Забрали, забрали. Я вот тоже не обратил внимание. Посмотри. Торт. Я что-то просмотрел. Смотри на карту. Ну вот они как раз уходили от ТОД. У нас нет, даже табличка была написана. Я вообще просмотрел Рашана. Ну вот я весь, я был не один. Как-то так действительно, вроде запалил Мишка, вроде отступили, но Рашан к этому моменту был уже мертв. Это важно. Да, и теперь ЦК будет убить очень тяжело. Но вот опять же, нельзя, нельзя играть вот это пять на пять, позволять Нави давить сразу. А, ну вот он, собственно говоря, Мак. Вот так и надо. Они просто видят АСК, что они где-то на миде стоят, вон светится Веномастер. Очень важный Мак. Светится Веномастер, светится Лон Друид со своим Мишкой и просто тебя Профет постоянно сплитпушит, постоянно напрягает. Вот это самое мерзкое с этого героя, потому что он может тебя постоянно сплитпушить. Очень важно, что у него есть Шадоу Блэйд. Если он даже увидит там ТП, его зацепить будет очень тяжело. Здесь какая-то непонятная драка. Шадоу Блэйд становится в троне мобильный. Да. Резолючно, очень сильно накоцали Мишка. И сейчас надо ТП шаться назад, потому что как раз таки Дарфир делает ТП. Собственно, никак его сейчас не убить, потому что может побежать Фаник, что-то попытаться сделать, он просто уйдет в Шадоу Блэйд и убежит. А если бы Шадоу Блэйда не было, были бы определенные проблемы. Но вот это... Вот смотри, если открыть графики, то именно Фурион вытаскивает золото все за СК. Давай, кстати, посмотрим на график. О, да. Да. Он очень много золота вытаскивает за СК. Именно вот этими. Когда Нави собирается Петерон, а Фурион где-то. И он фармит, 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 фармит. Очень грамотный был пик именно Фуриона вместе с ЦК. И очень грамотная пока что реализация. Есть вот такая вот штука. Короче, уже неплохие такие орды ключевые появляются. Ну а здесь, здесь, здесь пока что да, да, действительно. Ты был прав в этом плане. Ну и что, посмотрим на Нави. Владимир достаточно неплох вообще на Мишке пораньше. Сейчас можно потихонечку собирать Керасю. Эти два артефакта я видел. Очень поздно опять. Вост опять поздно. Пак залетает. Хороший станчик от Пака и резолюшн просто уходит. Правда, сейчас могут зацепить. Веномансер ультует. Две секунды стана. Убивает Веномансер. Стенка. Отвез всех. Но Хаус успел включить БКБ. Мик от Ночерпрофита. Лондроид сгрызает Бина. Но Хаус БКБ продолжает рассекать. С ним ничего не сделать. Четыре секунды стану в Куробу. Куроба просто не может выйти. Получает грид. Два в один размен. Пользу команды IC Cup. Несмотря на то, что сделано, то все было Нави неплохо. Они поставили и стенку, и реверс полярити. Все хорошо. Но здесь уже очень хорошие арты. Вот это БКБ если бы он начал вкусить Мишку, они бы сейчас задали с 2-3-4-ом. Мишка очень жирный и вообще трогать не нужно. Да, там еще и Владимир. Да, у него 27 армора. Попробей его. 27 армора и 1900 кп. Нет, 27 армора у него рядышком с кем-то. У кого-то Мека. А я не знаю с кем там. Может быть с Дарксиром. Рядом с Дарксиром у него 27 армора. А так 23. Но все равно неплохо. для такого количества хп. Учитывая, что у него фактически никаких артов нету там типа там тарасок каких-то. бестолково. Просто ну, надо сказать, что он уже сам начинает больно драться. Этот подведь. Немножко разошлись команды. Ждут. Какая-то будет такая меж... такая пауза между драками. Минутки полторы, наверное. Ну, вот это очень, конечно, такая тема. То есть, если бы команда Navi сейчас давила, IC Cup могли бы обвиваться очень здорово, разводить. А получается так, что у Navi контроля карты нету вообще. Они просто сидят за своими ТВ-рами и с каждой потерянной вышкой они будут терять просто контроль карты и у них будет отгрызаться вот этот кусок, вот этот кусок, вот этот кусок, а тут вышки уже нету. Помнишь, мы когда проверяли с тобой артефакты, у Пепея было... Вот именно эти артефакты. Это было минуты 3-4 назад, И они не поменялись. Потому что постоянно забирают каких-то суппортов вражеские керри. Ну, веник 0,5. И после этого идет на рост ты забираешь вражеских суппортов, твои суппорты не умирают, у них капают деньги, они покупают какие-то шмотки. Вражеские суппорты ничего не покупают. для керри это не так сильно там вот эти вот 200 золота, они все равно опармят. А вот то, что саппорты умирают, ему эти 200 золота фармить, это как три шага назад. И из-за этого как раз очень тяжелая ситуация сейчас у веника. Вот, кстати, веник, здорово, реверс полярити, аегиса-то, аегиса-то нету, аегис-то закончился. Ай-яй-яй. Да-да-да, кстати, в этом и фейл. Ну, надо сказать, что даже если бы был, вряд ли отпустили бы здесь нави. Ну, и вот такой размен на веномансера, надо сказать, что да, логика, конечно, сохраняется. Саппорты команды IC-кап не умерли, а саппорт команды нави умер, но у них у IC-кап умер Кэри. Это немножечко более значимая фигура. Нет, а тут логика уже в другом. Умер Кэри команда IC-кап, лондроид продолжает фармить. Ну, как же тяжело. Вот это вот, знаешь, пожалуй, появляется Кераса, кстати, у хвоста. Кераса есть. Ввели! О, Мак! Беспощадный Мак! А что, можно проверить у нас в курьере? Так, сейчас где-то... Выберем курьера. У тебя забиндил он? Да. Он пустой был. Пустой был. Что летело? А, что-то прилетело, наверное. Что-то прилетело, но он назад летел, его Макс палил, убил. Вообще, вот с этой фишки, с биндом курьера, я месяц где-то или два назад уже понял, что нужно его биндить на какую-то кнопку, потому что интересно, всегда было что-то внутри или нет. Ну, логично. Но в любом случае, это большой плюс. Это 175 золота каждому герою. Это много. Ну, 750 голды. сколько там, не 750. Это как полвышки. 775. Полвышки снесли, грубо говоря. Спрятались сейчас все на всей карте. Кто-то фармит, кто-то бегает, кто-то бегает, кто-то фармит. Но... Лишь и нави, они не расходятся. Они постоянно в пятерон. А нельзя? Постоянно что-то. Да, нельзя. Вообще нельзя. Не на секунду нельзя. Герой отходит, ты можешь на этом герою проиграть игру. Вообще нельзя. Вот это как раз та самая дота против хаоса виспа. Это называется контр. Ой-ой-ой, как зацепили пака. Ушел он... А, не ушел он шип. Свапы на... Минус лай. Ну, это за секунду. Под керасой он за секунду расцепился. Да-да-да. Ну, очень опять Resolution стрял там. Я даже не понял, как. Сняли вышку. Ну, и только вот этот вот замечательный герой отпушивает по-прежнему линию и разводит. И нави опять при не очень успешном начале начали... Переворачивает, переворачивает телефон. Вроде разыгрывался, вроде... Ну, разом два героя, две вышки это, конечно, очень и очень много. Но есть, опять же, вот этот вот человек. Нави стали меньше ошибаться, вот в чем дело. Перестал где-то... где-то с упорной ходить под вардами, перестали попадаться на этого человека снайта с песком. Просто пятером ходит, хвост рушит товара. Он, смотри, вызвал второго медведя, сейчас убьет товара. Убьет товара, отойдут. Да, но тут вот такая вот интересная ситуация. Или продолжит. Нет, отходит, да, скорее всего, отходит должен быть, потому что снизу пушат... Слушай, ну здесь нужно по фасту улетать, а улететь-то на халяву не надо. Ловить надо, просто надо ловить. Да, и ловят, и ловят, и идут сейчас. Шакал, рифт, стана, две секунды, фантазм, медведь терпит, батлкрай, снизу сторона, все еще стоит. Ой, как больно, Меха входит в спай, посмотри, как много захитила хаоса сейчас. Дэнди, хвост выкупился. Три в ноль, хвост выкупается, никого не убили абсолютно, Вис походит на лоу хп. Порощелкой байбайки, только... Хвост. Нет, нет, нет. Только хвост. Нет, это... Лучше не оглашать, просто порощелкать. Нет, я имею в виду, чтобы зрители увидят. Я имею в виду, выкупился, но это, в принципе, все должны были видеть. Табличка такая всплыла, яркая. Кто вообще выкупился, а тот хвост выкупился. Ну и посмотри на этот барак. Все, сейчас уйдут с базы Na'Vi, профит его донесет. И ничего не сделать. Да, слушай, а напоминаю, что Best of 1, шанса отыграться, не будет. И для IC Cup, это, конечно, будет большим достижением, выйти в гранд-финал. Ну и сейчас, они должны просто собраться, сконцентрировать все свои силы. На самом деле, это прикольно. С тем, когда Full Domal Illimination и Best of 1. Вроде, когда ты проигрываешь, у тебя еще шанс, но вроде Best of 1. Даже когда на втором шансе. Ну, что я могу сказать? Второй Aegis опять у хаоса. Преимущество большое. Действительно большое. И что самое главное, инициатива, позиционная игра на стороне IC Cup, Na'Vi, вот это частая такая ситуация в Доте, когда если Na'Vi сделают все четко, то, может быть, они выиграют. Но если они хотя бы чуть-чуть ошибутся, то все. Это называется позиционка с профитом. Очень трудно, когда у тебя нету на какой-то линии пушки давить. Если ты начинаешь давить, профит туда летит и начинает тебя давить. И ты уже не знаешь, куда деваться. Вроде тебе петопаешься, а вроде тебе бушит. Да, ну и что-то можно придумывать. Na'Vi, ну а IC Cup нужно просто просто доломать эту сторону. Да, увидели сейчас, где находится Na'Vi, пенечками, здорово разведал МАК, и вот он уже снизу. Привет. Я на Чирпрофит. На самом деле, я не видел IC Cup, уверенной драки. Посмотри. Я не видел уверенной драки, я вижу с иллюзиями Чаус Найта. Вот ты видел? Да, иллюзии это... Ну, напомню, что у Хаоса наносится 100% демакс иллюзий. Ну и, в общем, вот этот профит, вот этот профит, вот с такими вот артами, он просто дойдет до этого барака, неважно, там будет бэкдор, не бэкдор, он его сломает, потому что... Посмотри, кстати, как играет МАК, 7-1-6. Уверенная игра, уверенный такой спутчик. Вот о чем и речь. Очень неплохо он пока смотрится на этом турнире. Андрюшка Чипенко. Да. Мне кажется, для него самого это очень важно. Да, конечно. Ну, не просто не отпускает команду Нави. Нет, нет, он не дает просто базы выйти, не дает каких-то делать, предпринять каких-то решительных действий, не дает выйти в смоки, не дает кого-то там загангать у себя на территории. Он просто постоянно их держит на своей базе. И при этом фарм, фарм, фарм от команды АСК. А здесь, ребят, вынуждены в пятером ходить, а кто-то один только фармит. Да, они не могут друг другу отодвигаться, поэтому команда АСК фармит везде все суппорты, все керри, профит и так далее. А команда Нави фармит просто пятером в кулачке, потому что они не могут. О, да. Ну вот она, заметная такая. Да, да, да. Вот о чем и речь. Черта. Фармить всем отдельно или фармить все вместе. И опыт, и золото мы сейчас все увидели. Очень, очень слабо прилипают к виноманску роварды. Он просто на каждый там тангусик копят, на каждый глазик. Он сейчас нафармил вот с последним нашим... Смотри, одни семерки у Пупея. 0, 7, 7, 7, 7, 0. Отличная игра с капитаном. Не-не-нет, ну это в принципе не его беда. Это так ловил Чаус Найт с Веспом. Да, очень хорошо. То есть наказывали. Здесь тоже такой момент. Можно пикнуть этого хаоса Веспа и просто пробегать по карте. Нужно именно... Ты видишь видишь этого саппорта, влетаешь, убиваешь, влетаешь, убиваешь, не даешь вообще. Да, нет, просто хорошо контролировали карту и просто ловили Климента. Вы знаешь, даже такой момент, вот когда хаос снизу умер, да, это был размен в минус. Но опять они влетели, опять убили виномансера, это даже морально уже начинает давить. Что-то умираешь, 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 умираешь. Я тебе так могу сказать, что когда ты делаешь первый килл в драке, это уже морально давит. Ты... Да. Нет, ты... Не так даже. Когда ты делаешь первый килл в драке и у тебя все твои герои фулл хпшные, вот это вот очень сильно морально давит. То, что ты сразу начинаешь драться 4 на 5, а ты просто потратил один шифт и стан Чаус Найта. В общем, опять у нас решают команды команды IC Cup действовать максимально осторожно, никуда не ломятся, несмотря на то, что преимущество у них есть. Они сами прекрасно это понимают и опять же понимают все свое вот это позиционное преимущество максимально сосредоточено, максимально насторожено на том, что происходит. Никаких лишних действий, абсолютно. Ошибаться нельзя, это лишний шанс. Нави да шанс, они потом могут не отпустить. Я тебе могу так сказать, если Нави... Влетает в Дэнди, очень больно Дэнди выталкивают в форстаф, им очень здорово, БКБ от хаоса, стирает венгу, Магнус влетел, отличный ультимейт от Магнуса, убивает он Пака, Пак выкупается, но хаос очень-очень очень много хп, пробит, убивает, пробит должен выкупаться, пробит выкупается, готов лететь в драку, лететь в драку, очень битый хаос, ну и что у нас, БНа стирает, лондруид, как много, но убивал здесь хвост, что творит хвост? минус веномансер, хаос, очень мало хп, иллюзии раздают больно, за хаосу нужно отступать, Бэйн с Виспом сверху раздает, какой размен-то вообще, Фанника, Фанника тоже забирает, Фанника поймали, что творит, какой у него демаг-то, ты посмотри, с руки просто уничтожает, 3 в 0, и сейчас надо идти, ну это размен в пользу, а, Виспу надо просто отхилить, как-то, челсайтан, а там Тараска, а, Тараска, а, еще и Аегис, ну смысла нету, да, тут, вот именно, что еще и Аегис, и Тараска, летят, ульта, Магнуса нет, получает хаос, но бесполезно, нету, все под виском, ой, как больно, Магнус отвозит, сейчас Пака, вакуум хороший, хвост живет, уходит в гостей, но барак уже сломан, пьют, Виспа, Виспа, нужно убить, иначе с хаосом, бесполезно, что-то делать, а сейчас надо убивать Аегис, потому что там нет никаких ультимейтов, они еще просто отбиваться, они просто как-то сейвят, вообще стараются, минус хвост, хвоста нету, байбэка, нету байбэка, просто сейчас вкусят, еще остается Аегис, все, Нейчерпрофит всех убил, это минус 5, это сейчас просто ГГ пишут на Ави, Аси Кап, заходят в гранд финал, путешествующая, сенсация просто турнира, да, вот вам, вот вам Аси Кап, вот вам и темная лошадка, вот тебе и твои ставки, они оправдались, да, я в принципе тоже ставил на Аси Кап, ты тоже ставил, ты просто был вынужден поставить на нами, потому что мы договорились, против нужно было, но с фб это угадал, оно было на 8.30 по-моему, нет, оно было раньше, оно было на 7, 7.40, что-то там 8 что ли, вот такие вот у нас, такая вот у нас ситуация интересная, в гранд финале, с преимуществом в одну карту, до двух побед, встретятся Айси Кап и Тим Эмпайр, Тим Эмпайр из Венрофа, у Тим Эмпайр, преимущество в одну карту, ну а мы с вами прощаемся совсем ненадолго, игроки сейчас быстренько настроятся, и все, готово у нас уже к гранд финалу.